Первая наша встреча с довоенным имперским Берлином. Слева, господа, довоенный Берлин. Посмотрите, не проходите мимо, как говорится. Матрешка подойдет. Самые известные фирмы мира разместили свои маркты, маркеты, маркты, бутики и так далее, и так далее. Курфюрстендам. Такие вот танцующие цилиндры, и берлинцы называют эти цилиндры танцующие макароны. Встречаются иногда в Потсдаме или в Дрездене. Они рассказывают, что побывали на этом шестом этаже, но мы побывали буквально, как в музее продуктов. И продукты на этот шестой этаж, гастрономический отдел, доставляются только самолетами. Никаких пароходных трюмов. А впереди уже площадь Большой Звезды, в центре которой стоит колонна Победы. По мосту переезжаем речку Шпрее. Такая неспешная, неширокая, но рассекает весь Берлин с юго-востока на северо-запад. Да военная тюрьма. Вот ведь какие бывают ужимки и гримасы в истории. Чуть ли не весь Берлин разбомбили дотла, а тюрьма осталась целёгой. Вот по этому мосту наши бойцы 28 апреля 1945 года прорвались к Рейхстагу. Бойцы дивизии генерал-майора Шатилова. Итак, увидим памятник европейскому еврейству. Евреев нацисты уничтожили за годы своего правления. 6 миллионов человек памятник европейским еврейством. Вот он справа. 2711 разновеликих плит. Справа мы видим, справа видим фрагменты стены. Они, господа, настоящие. Это не какие-нибудь макеты. Классно, длинные, достичные другие какие-то, веселые дюбелия, веселые дюбелия. Все, на пакет. Есть много, на пакет, чтобы не было. Дома-майора. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас обогнем этот квартальчик и выйдем с противоположной стороны этого контрольно-пропускного пункта, с американской стороны. Теперь мы, как бы из американского сектора, возвращаемся в Восточный Берлин и увидим портрет советского солдата, который имени не имеет. И вы можете назвать его любым мужским именем, которое близко вашему сердцу. Мы как раз замедлили движение, и хорошо он смотрится вон слева. Справа шлюзы, и справа под красной черепичной крышей действующий монетный двор. Ташкентцы узнают в своей улице проспект Карла Маркса и так далее. И башенка с часами, на которой развивается флаг с изображением медведя, стоящего на задних лапах. Нашел в себе политическую волю, как сейчас модно говорить. Конечно, воля воли, деньги тоже надо было найти. Оставил 1300-метровый участок Берлинской стены и пригласил к этому участку художников из более чем 20 самых разных стран. И каждый художник разрисовал свой фрагмент так, как он видел раздел Берлина, раздел германской нации, стена, между которыми громадный людской поток. Поглядите. А вот и на салатовом фоне этот крошечный автомобильчик пробивает стену. Современный концертно-спортивный комплекс слева. Сахарова проехали. Поцелуй сейчас тоже справа увидите. Теперь идем влево. Но это исторический центр Берлина. И во времена Восточного Берлина это была главная площадь Восточного Берлина, на которой проходили военные парады, демонстрации, народные гуляния. Ну, в общем, все, что проходит на любой главной площади любой столицы мира. Давай, давай сюда, быстро, давай. Что tenemos? Ложись там. Выходим, здорово, можно dassел. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Бронзовый солдат, который стоит прямо под его ногами, находится географический центр Герлина И кладбище! Здесь кремировано 2500 советских солдат и офицеров Перед нами уже видны Бранденбургские оборота, которые находятся в восточном Берлине Рейхстаг еще в западных Бронзовый солдат Бронзовый солдат Бронзовый солдат Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»